Ладно, у нас тут игра между Ancient Flame и Trind'ом. Игра за выход в плей-офф. Ну, на самом деле, конечно, стоит сказать, что Flamme не очень. Почему Flamme не очень? Flamme поставил себя в крайне неприятную ситуацию. Так как Flamme последний матч до этого играл против... Папани, вот. Вот, если бы он обыграл бы Папаню, то здесь его устроила бы ничья, а можно было бы сушить, не париться и не дергаться. Вот в чем дело. Но, в общем говоря, все очень тоскливо. То есть здесь Flamme устраивает только победа, а играть на победу против двух вантерн-скинков, мягко говоря, не очень. А, Сержик, ты будешь сегодня показывать? А там смысла нету смотреть, adios. Ну, в смысле, эту игру показывал Диамет, эту игру показывал сам египтянин, и там ничего интересного. Там просто папашка ломает нуба. Все. Ну, в смысле, там реально не на что смотреть. Ну, птерпят, папашка нагибает и качается. Это не попытка кого-то задеть, обидеть. Это чистая правда. Это чистая правда. Вот тут прям вот другого описания этого матча нету. Ради ПО джиггернул? По-моему, это плохой ход. Ну, в смысле, сейчас тебе валят Завра, потом валят еще одного Завра и наступают на глотку единственному убиватору. Что это за фигня? Привет, Евгеник. Ну, господи, Рейвен, ты посмотри. Вот Пупок выиграл Чемпион Сладдер и считает себя богом. А Дант выиграл пару раз Руба БЛ, считает себя богом. Ну и так далее и тому подобное. Это как бы... Это принято так, понимаешь? Надо фалить. Это правильное решение. Даже при том, что фол не настолько удачный, как бы этого хотелось. Жаль. Плохие кубы. Папашка это про Сержика? Кого он там дернул? Ну, Сержик как бы дернул всех в своем дивизионе? Если уж так говорить. Я бы сказал, переехал катком свой дивизион. Понимаете, я вот смотрю, что практически у всех ребят в Рубле какое-то странное восприятие их этих... Как это правильнее сказать-то? Достижений. Вот. А знаешь, почему они считают себя богами? Нет, не знаю, спиритолог. Это довольно опасное подставляние агильного скинка. Мне не нравится. Колян, тебе просто повезло. Вот, без обид, но там просто был заход, как у сатаны. Не в обиду тебе сказано. На самом деле, конечно, я был уверен, что Фламе не выйдет в ПО по одной простой причине. Вот видно, что Фламе без... Фламе без топового волчика... Ну, некр очень сильно теряет в эффективности. Топовый волчик это реальная вещь, которая, ну, как бы, must have. Если у тебя нет топ-волка, ты сосешь бибосс. Вот. Я не уверен, что с первой агилой стоило это делать. Мне кажется, что с первой агилой был вполне реальный смысл просто дать удар в нулевого Завра. Это странная мысль. Ну, ладно. Ну, Завры просто сейчас забивают гол. Что они делают, Завры, с главным скинком? Ну, как тебе сказать? Я не очень понимаю, почему Фламе просто не задоджил гулей и не дал скинку два куба. Мне это непонятно. Вот. Ну, как бы... Понимаешь, работает. Вот самый прикол-то в том, что это работает. То есть, вот мы с тобой этого не понимаем, а это работает. Ну, и 1-0, как бы, вообще на изичах. Ну, я не могу сказать, что Фламе отыграл прямо... Фламе, Фламе слишком осторожно сыграл. И, как бы, это наказание. Фламе просто не понимает одной вещи. Вот по Тринду, по всем играм сезона Тринда было понятно, что Тринд не играет аккуратно. Тринд играет в Йоло просто перманентно. Вот тут у Тринда каждый ход имеет свою Йоло-структуру. И ты можешь ответить на это... Ну, как бы, если бы у Фламе был бы нормальный МБ Клавса Волк, то он бы, конечно, смог бы на это ответить. Но так как у тебя нету нормального МБ Клавса Волка, ты сосёшь Бибу. А Фламе этого не понимает. Привет, мистер Кей. А медальке даёт какое-либо преимущество? Ну, лишний повод повыёбываться. Чем не преимущество? Ну и норм, без Йолы не жеза. Ну, как тебе сказать, Клейман? Я понимаю, когда Йола делается в какой-то... Ну, в простой... Нет, не так. Когда у тебя нету выбора, или когда это может дать гигантское преимущество. А Трин делает эти Йоло потому что. Вот, потому что. И это не очень привлекает, честно говоря. Ну, типа... Как бы так выразиться? Нет в этом изящества и толка. На мой глубоко непрофессиональный взгляд. Это там в девяти случаев из десяти это Йола ради Йола. Вот так вот. Приятно посмотреть на Йола от каких-нибудь, типа... Сильных игроков. Ну, не то что Йола, а когда это какое-то продуманство. Типа там... Бывают некоторые моменты у Серджика, или там еще у некоторых ребят. Вот, кстати, в Ассаге очень не хватает в стиле иногда Йола. Вот. Я смотрю, когда на Вассаге, чувствую, что иногда он играет слишком осторожно. Ну, просто не стоит с этим переусердствовать. Вот есть люди, которые любят с этим переусердствовать, а потом как-то все очень тоскливо. Ну, просто иногда спайдер Йола моменты, ну, какие относительно Йола моменты, того стоят. Когда вот надо, например, у тебя есть возможность сделать аккуратные удары, пофалить, например, да? Или ты можешь, собственно говоря, попробовать забить очень сложный гол. И лучше пойти попробовать забить очень сложный гол. А Тринт ищет приключения там, где их быть не должно. Как Анкол, понимаете? Вот Тринт и Анкол — это две стороны одной медали. Только Анколу еще больше прет на более надежной команде. А Тринт просто катается лицом по клавиатуре. Мне не нравится, я, в общем, и не скрываю этого. Мне, мне, мне чисто Тринт, я не знаю, какой Тринт человек, но как игрок он слабенький. Простые два куба. Приятный пробой. Ну вот на самом деле видно, что в этом матче без МБ клавцы и без удачных фаллов. Полная жопень для... Для некров. Некры с этой жопенью не сделают ничего. Неправильно сыграл. Надо было подходить в контакт. Здесь надо было остаться в контакте и надо было фалить вот этого Горда. Это неправильная игра от Фламя. Ну не то, что неправильная. Типа... Вот это хорошо. Вот это хорошо. Пятка сыграла. Аптека спасла. Жаль. Но вот этот контакт разрывать особого смысла не было. Есть был смысл оставить этот контакт. Так. Ну в общем, некры... Некры без МБ клавцы выглядят не очень. Ну в таких матчапах. То есть вот видно, кстати, как раз таки... Как раз таки важный момент показательный. В чем проблема Фламя? Почему Фламя слил Папани? Вот был бы у Фламя тот легендарный волк, он бы насовал Папани. Я в этом уверен. А по итогу Папани носовал ему. Вот с каким-нибудь Марахом можно было спокойно играть, потому что у Мараха... Ну нету ресурсной базы, грубо говоря. А вот с Папани такое не прокатит. И с Триндом пока не прокатывает. Вот еще надо понимать, что здесь был не очень хороший контакт из-за брейктакла. В общем... Пока все очень тоскливо. И, кстати, попахивает магом сейчас от Тринда. Я думаю, сейчас будет маг, потому что слишком простая ситуация. Есть как бы Завр снизу. Есть пятиагильная мразь. Просто это будет, наверное, маг в точку. Это опасный момент. Не согласен я с тем, что он спасал восьмиарморного Завра? Зря не согласен. Его надо было спасать. По многим причинам это было хорошее правильное решение. Это очень обидно. Почему агильный скинг еще жив? Я не знаю. Блиц в... Нет, Блиц в волка все-таки. Ну... А мне кажется, что больше смысла было пытаться повалить вот этого дурачка. Я понимаю, что там как бы надо было подводить контакт под такл. Ну, ладно, ладно. Реролл обязательный. Немножко не повезло Тринду. Но рано или поздно с такой игрой должно было не повезти. Хотя серия бросков была не сложная на самом деле. Ну, в смысле, вполне реально было. Фламя должен забивать. Въезд волком... Ладно. Жаль, что не пробил. К слову, я бы фалил этого скинга. Сейчас много смысла фалить этого скинга. В общем... О, это обидно, ребята. Вот это обидно. Это полная жопень. Фол до подбора зря. Хотя... Нет, ну, на самом деле, ладно, вру. Может, и не зря. Мне кажется, сначала надо было подобрать мяч. Вот сначала надо было подобрать мяч, потом делать удар и потом все остальное. Мне кажется, ордер ударов был говно. Ну, не то, что говно. В смысле, ну, как бы... Не, ну, Колян, мне кажется, надо было до вот этого удара делать подбор. А уже потом закрываться от брейктакла, потом уже там тра-та-та... Ну, как бы... Ну, это мое нубовское мнение, как бы. Блок безопаснее подбора. Но, понимаешь, если бы в этот момент была бы квадра, например, то это сразу... Это сразу луз. Через секунду. Ну, или фон... Ну, короче, удар надо было, наверное, делать все-таки последним. Хотя я не уверен. Просто квадра на ударе сразу гг. А вот подбор неудачный, там не сразу гг. Может быть, дальше стоило все-таки фалить сначала. Не, не, в любом случае, кубы потрахали. Это правда. Кубы потрахали. Ну, хорошо. Все-таки забил фламя. Тринт не совсем хорошо вокруг мяча сыграл. Ну, ладно. Но это скорее справедливый гол, чем несправедливый. Мне так кажется. Другая проблема, что... Когда у Завров есть два вантернера, это полная жопа. Ну, в смысле... Главная проблема фламя, что фламе надо играть на победу. А как играть на победу, мне не очень понятно в этой ситуации. На ничью понятно как. А на победу... На победу надо убить всех Завров. О, перфект диффенс в норку, ребята. Перфект диффенс в норку, это, наверное, ну... Не то, чтобы худшее, что могло произойти. Вот это... А почему не подошел? А почему не подошел? Был смысл подойти и повесить на одного голема двух игроков. Че-то как-то... Че-то фламе... Ну, сделай, извините меня, пожалуйста. Ну, в смысле... Ну, в смысле... Сейчас как бы опасно стало. Ну, в смысле, сейчас Завры раздадут хорошие контакты, потому что ребята скучковались. Выбьют волка и сядут с таклом на мяч. Это отвратительно сыграно. Я вообще не понял, в чем смысл этого хода от фламя. Ну, так он садится на мяч, не? Ну, да, да, да. Ну, по-моему, сейчас, Коля, на... Некры сделали все, чтобы гриндить 2-1 стало реально тяжело. В том плане, что сейчас Некрам придется кидать какие-то не самые приятные кубы. Потому что... Ну, тут это уже что-то совсем тоскливо. Ну, фул, кстати, правильный. Потому что если гард здесь пробивается, то это вообще жопа. Ну, и как ты собираешься сейчас разбираться без гарда, мне интересно. В смысле, скорее всего, придется остаться на месте. Но для этого придется драться на месте. А это уже опасно. Теперь надо кидать ГФИ. Рерол обязательный. Спасибо, что не Дабла. Дабла сейчас убила бы. Но теперь опасный удар прям. В смысле, вообще опасный. Это неплохо. Так, ну, относительно... Относительно Фламя отбился. Относительно. Хотя ситуация все равно очень неприятная. Не-не, ну, нормально. В принципе, прошлый ход был плохо разыгран. Этот был разыгран 50-50. Нормально, в принципе. Хорошо, хоть Завры без гард... Вот это обидно, конечно. Завры без гардика там остались. Завры вообще немножко это... Жалко, что не было лишнего игрока пофалить Агилу. Шестерочка в Голема неприятная. Сейчас будет опять фолк, кстати, этого дурачка. Повезло. Повезло. Хорошие кубы. Ну, мне кажется, некром надо было вправо уходить. Не могу сказать, что это было совсем легко сделать, но, по-моему, лучше было вправо уйти. Это тоскливо. Так, а наводящий вопрос. А почему ты не подошел в этой ситуации? Ну, в смысле, можно было подойти, а потом сделать проталкивание и поставить вот этого дурачка между вот этих двух, а остальные вышли бы искать... Было лучше проталкивание. Было лучше проталкивание, это плохое проталкивание. Почему некор не поднимает игроков, не знаю, видимо, развлекается. Мне не понравилось проталкивание от некора. Спиритолог. Это игра за выход в плей-офф. Ты понимаешь это? Это игра за выход в плей-офф. Это игра, считай, как бы вторая и третья команда вышки. Ну, в драконах. Ну, ладно, пусть даже не проталкивание, но как бы смысл был держать блоджерного... Как бы... Не было смысла держать двух големов на двух игроках. Вот что я хотел сказать. Держать двух големов на двух игроках это плохой размен. А держать одного блоджера на двух големах... На двух игроках это хорошая мысль. Голема надо было уводить. Привет, Фламя. Да, да, да. Ну, ты меня понял, Колян. Единственное, что пока бесит в этой игре, вот прям реально бесит, что... Вонючие завры тупо не пробиваются. В смысле, вот реально, завры вообще не пробиваются. Это такое говно. Говно. Играть с заврами, которые не пробиваются. Вот это... Это жопа. Сейчас удаление будет. Ну, не, нормально. Хороший фол. Не скажешь, что он прям как-то сильно влияет, но хороший. На Тифламе первый ход второго тайма, конечно, погано разыграл. Без вопросов. Блин, джиггернаут в этой игре влияет вообще от души. Джиггернаут в этой игре, конечно, просто неистово тащит. Да, главная проблема в том, что у Фламе нету МБ Клавсы. Без МБ Клавсы для него игра с заврами, это даже хуже, чем вот... Он играет хуже андедов, грубо говоря. Без МБ Клавсы он играет хуже андедов. Реролл, конечно, такой. Интересный реролл. Интересный. Ну, вообще, очень похоже, что сейчас завры доедят. Я видел только результаты этой игры, я, в общем, считайте, с вами ее смотрю. Ну, по-моему, по-моему, это конечное. Ну, не конечное, но... Пора убегать. На похер, в смысле. Надо просто забегать направо. Даже не думая, в принципе. Надеюсь, шанс только убежать. Спиритолог, что ты начинаешь? Это тоскливо. Это уже менее тоскливо. Ну, сейчас посмотрим, Фламе. Сейчас посмотрим. Нет, если перебегать, я не уверен, что Некор посильнее немножко. Единственная фигня, что очень мало у этого. Хорошее проталкивание. Неужели он шестерку Лонаром найдет? Не. Вот это хороший ход. Без иронии и сарказма это хороший ход. Но заперло основательно. Но заперло основательно. Но ход хороший. Но заперло... Мое почтение просто. Не, это была хорошая игра, Джиггернаут сыграл. Это был крутой ход. Без вопросов, это был крутой ход. Честно говоря, это первый раз, когда я вижу хорошую игру от Тринда. Это была хорошая игра, без вопросов. Ооо, вот это... Это жопа. Так, это хорошо. Но здесь нужен был тогда пробой, если ты... Ну, хотя не знаю. Ну, это реролл. Скинка не заметил. Ну... И падает. Нет? Нет. Ну, это... 1-2-2, ну, окей. Ладно, без вопросов. С 1-2-2 ничего не сделать. Ну, это 2-1, ребята. Это 2-1, это все. Это конечное. Просто два мяча... Два мяча Фламя не забьет за это время. Даже если очень сильно захочет. Захват дает простор для позиционки. Ну... Мне кажется, что один захват, может быть, даже стоит брать на одном флеш-големе раньше МБ. Но я не уверен. Это, в принципе, действительно очень внятная идея на дистанции. Вот. И для вантернов, и для игры у края поля, и так далее, и тому подобное. Я думаю об этом. Вот. Спиритолог. Он хочет сделать рам тута. Что ты? Не мешай человеку воплощать свои порочные... Порочные желания. Вот. На мой взгляд, это, конечно, порочные желания, но... Ну, вообще, на самом деле, стоит понимать, что... Ну, некры... Некры в равном составе против завров ни хера не могут. Вот просто в равном составе некры мусор. Ну, это обидно, конечно, немножко. Ну, ладно. Так. А теперь наводящий вопрос. А почему ты не подошел? Ну, в смысле... Ну, здесь надо было подходить. То есть, можно было вообще красиво сделать. Можно было подойти сюда, а вот этого запнуть к голем... Ну, ладно. Ну, мне кажется, фламя уже типа это. Как бы. Немножко в печали. Ну, это такой ход слегка на... Ну, ладно. Да, захват при блице не работает. Он только при блице отменяет сайдстеп. Да, я понимаю, фламя. Я понимаю. Но это не повод играть плохо. Ну, ладно. Это не повод играть... Недостаточно сильно. Вот. Не, ну, мне кажется, что просто... Понимаете, с вот этой елой игрой... Вот кто-кто, а Сержик накажет. Вот кто-кто, а Сержик все-таки должен наказать Тринда. А они же выпадут друг на друга. Да, не просто Гаттер. А Гаттер, Ван Тернер, состаньте. Это правда. Да вообще читерная команда в этом плане у Тринда. Просто эта команда позволяет Тринду, как бы сказать-то, помягче. Очень многое прощает. Но в этом матче просто еще, опять же, посмотрите, как бы единственная травма и то с камня. При том, что и били, и фалили, и вот это вот все. Приятная шестерка для гола. Сильно повышаются шансы на гол. Это будет удар вот сюда. Теперь надо волчком пытаться съесть Агилу. Ну, видимо, фламя было уже совсем похер. Ну, ладно. Что-то фламя, видно, совсем расстроился в этот момент. Евгений, проблема в том, что мумия крайне редко играет на краю поля. По вполне очевидной причине третьего мува у нее. Во, во, Колян понял, о чем я. Колян понял. О, еще и выпал ивент на сайдстеп. Нет, не на сайдстеп. Нет. Так, проталкивание. Он еще решил выиграть последний матч. Да, я смотрю. Шестерка. Так, окей. Ну, можно подвести еще игрока и ударить в три куба, если уж совсем обнаглеть. Нам можно было просто с места кидать. Ну, в смысле, два ГФИ или пас... Там разница небольшая. Ладно. Тринадцать пробоев, ноль травм. Ну, как бы, пятьдесят отборов. Тринадцать пробоев, ноль травм. Ну, это... Это тоскливо. Переиграть Завров, которые играют весь матч в фулл составе, в принципе... Ну, мягко говоря... Хорошая дэджи. Мягко говоря, практически невозможно. Броня вроде... Вроде 62%. Вроде 62%. А так и не скажешь.